Здравствуйте, уважаемые коллеги! Известно, что в процессе старения ослабляются функции практически всех органов и систем. С увеличением возраста ослабляется работа желез внутренней секреции, уменьшается активность ферментных систем, в организме накапливаются различные шлаковые продукты, выведение которых затрудняется ввиду возрастной депрессии функции органов выделения. С возрастом наступают существенные изменения в деятельности системы пищеварения, истончается слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта, снижается функциональная активность печени и поджелудочной железы. Снижается также моторная активность кишечника, что приводит к возникновению привычных запоров, а уменьшение моторики желчного пузыря вызывает холестаз. Все это становится причиной нарушения процесса пищеварения и формирования синдрома эндотоксикоза. Одним из важнейших факторов продления человеческой жизни – это борьба с накоплением повреждающих факторов, в частности токсических веществ, продуктов обмена, которые могут приводить к возникновению в том числе эндотоксикоза. Это так называемая метаболическая или аккумуляционная модель возникновения основных инфекционных заболеваний, ускоряющих преждевременное старение. Эндотоксикоз часто определяет клиническую картину и исход заболевания. Синдром эндотоксикоза связывает с накоплением веществ со средней молекулярной массой, а также продуктами распада кишечных микробиотов и, в частности, липополисахаридом грамма отрицательной флоры. Накапливаясь, эти вещества ослабляют сорбционные свойства эндогенного альбумина, затрудняя запуск механизмом физиологической детоксикации. Эндотоксин или липополисахарид грамма отрицательной флоры был открыт еще в конце XIX века немецким ученым Пфейфером, учеником Коха, и в течение более чем 100 лет данная субстанция очень активно изучается. Эндотоксин имеет вот такую красивую молекулу. Он содержится во всех грамма отрицательных бактериях. И, что наиболее характерно, во всех грамма отрицательных бактериях нашей эндигенной микробиоты. Общее количество эндотоксина в организме показано на этом слайде. Как видите, цифры довольно-таки космические, поэтому понятно, что эндотоксина в организме вырабатывается довольно внушительное количество. Однако в физиологических условиях в кровоток попадает очень малое количество вырабатываемого эндотоксина и проникает он туда по портоковальным шунтам или путем эндоцитоза. И постоянное присутствие в общей гемоциркуляции липополисахарида получило название системная эндотоксиномия. Это физиологическое состояние, и оно характеризуется тем, что в крови можно определить в норме до одной международной единицы эндотоксина, что по разным источникам составляет от 16 до 100 пикограмм липополисахарида на миллилитр. Измерить уровень эндотоксина сейчас не составляет труда, потому что есть в продаже различные стандартизованные тест-системы, как отечественного, так и импортного производства. По сути, это иммуноферментный анализ, а по составу он исторически называется ЛАЛ-тест. В физиологических условиях эндотоксин поступает из кишечника, как я уже говорил, и фундаментальная роль его – это регуляция активности врожденного иммунитета. Почти весь эндотоксин перерабатывается в печени с выработкой интерферонов, интерлекинов и других факторов, которые ответственны за противовирусные, антибактериальные и противоопухоли врожденный иммунитет. И лишь 5% приблизительно поступает эндотоксина в кровоток, где также стимулирует практически все иммунокомпетентные органы и клетки. Однако, как только концентрация эндотоксина по тем или иным причинам превышает физиологическую, то и возникают опасные эффекты эндотоксина, которые весьма разнообразны. Начинаются они от аутоагрессивности лейкоцитов, подавления тканевого дыхания, активации кениновой и пропердиновой систем, вплоть до эндотоксинового шока или полиорганной недостаточности. Все эти эффекты обусловлены взаимодействием эндотоксина с рецептором ТЛР-4, которые распознают этот эндотоксин в кооперации с неклеточными белками, запуская различные сигнальные пути тех или иных физиологических или патологических процессов. Основными причинами эндотоксиновой агрессии является нарушение кишечного барьера по различным причинам, стресс, который обуславливает дополнительный сброс по портальной путям в общую гемоциркуляцию, недостаточность печеночного барьера, иммунодефицитные состояния, а также недостаточность эндотоксин выделяющих органов, в первую очередь почек и печени. Клинические проявления эндотоксина также весьма разнообразны, и они могут быть, на данном слайде представлены основные из них, однако это далеко не полный список, от лихорадки неясного происхождения до бронхообструктивного синдрома, респираторного дистресс-синдрома, патологии беременных, аллергические, иммунологические, патологические состояния, ну и так далее. И связано это разнообразие клинических проявлений с тем, что по сути липополисахарид или эндотоксин грамма отрицательной флоры является триггером или очень часто пусковым звеном в развитии системы синдрома системного воспаления, запуская каскад различных патологических реакций, включая такой вот цитокиновый шторм, и вовлекая практически все органы и системы в этот порочный круг. Доказана роль эндотоксина и эндотоксикоза в развитии пищевой аллергии, бронхиальной обструкции, эндотелиальной дисфункции и атерогенного воспаления с формированием атеросклероза, увеличением проницаемости гематоэнцефалического барьера. Также было доказано, что эндотоксинная агрессия нарушает автономную иммунную систему мозга и влияет на центральную нервную систему. Известны также и инвалидционные факторы, влияющие на метаболизм эндотоксина. В основном это дистрофические и атрофические процессы, связанные с слизистой оболочкой кишечника и изменением сосудов, а также различного вида дисбактериозами. Было показано, что с возрастом количество эндотоксина в крови неизменно возрастает, а вот антиэндотоксиновый иммунитет также неизбежно падает. Еще одно интересное наблюдение о том, что повышение концентрации эндотоксина в общем кровотоке с возрастом сопровождается еще и снижением способности организма реагировать на эндотоксиновую агрессию повышением температуры тела. Из ранее сказанного понятно, что контроль эндотоксина и борьба с эндотоксиновой агрессией задача весьма актуальная. И есть, существует несколько способов снижения эндотоксина в крови. Но основной и самый безопасный из них – это связывание избытка эндотоксина в кишечнике посредством эндотоксорбции. Дело в том, что эндотоксинальная детоксикация – это один из наиболее древних методов элиминационной или детоксикационной терапии. Он имеет, этот способ, те же самые свойства и задачи, что и экстракорпоральная детоксикация. Однако, это наиболее, как я уже сказал, безопасный способ. И он отличается тем, что есть такое единственное свойство прерывания кишечно-печеночной рециркуляции. Свойственно только лишь эндотоксорбции. Дело в том, что эндотоксорбенты работают не только в просвете кишечника, но и на огромной биологической мембране слизистой кишечника, площадь которой составляет от 200 до 300 квадратных метров. Это огромная биологическая мембрана, через которую циркулирует довольно внушительное количество жидкости в сутки, порядка 9 литров, из них 7% – это эндогенные жидкости, и 2 литра – поступающие из пищи. При этом, я хотел бы сказать, что этот процесс сопоставим с почечной фильтрацией. И при любых видах комплексной детоксикации, современная эндотоксорбция – это обязательный компонент, потому что любая инвазивная детоксикация не предотвращает поступление эндотоксина из просвета кишки. Поэтому, проводя какие-либо манипуляции экстракорпоральные, мы не устраняем источника эндотоксина, и фактически черпаем воду из дырявой лодки. А вот воздействовать на уровень эндотоксина в крови при помощи эндотоксина, при помощи эндотоксина, можно при помощи эндотоксорбентов. Их довольно большое количество представлено у нас на рынке, однако не все эндотоксорбенты одинаково эффективны, и самое главное – безопасны. Для того, чтобы выбрать эндотоксорбент, нужно ответить всего лишь на три вопроса. Это с какого возраста можно принимать те или иные сорбенты, как долго их можно принимать, и третий вопрос – это можно ли принимать эндотоксорбенты, этот эндотоксорбент при эрозивно-язвенных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. И связано это с тем, что существует такой эффект персорбции или по авторам Хёрбста «Фольскамера» эффект, который был описан более ста лет назад. И в современных условиях его актуальность связана с тем, что современные производители эндотоксорбентов с целью увеличения сорбционной емкости субстанций делают их ультрамелкодисперсными. А физиология слизистой кишечника, например, у детей до двух лет, а также у пациентов пожилого возраста, где распространены уже инвалюционные механизмы, о которых я говорил немножко ранее, позволяет говорить о том, что слизистая имеет повышенную проницаемость и с легкостью пропускает эти микрочастицы, которые обнаруживаются уже в периферической крови через несколько минут после перерального приема. Поэтому следует обратить внимание на энтеросорбенты гелия и пастообразной формы, консистенции крупномолекулярные, крупнодисперсные, и наиболее безопасные из них – это энтеросорбенты на основе полиметилсовоксана полигидрата. На данном слайде представлена средняя сорбционная емкость по эндотоксину сальмонелла абортус. Как вы видите, практически все эти лекарственные препараты неплохо сорбируют эндотоксин, однако энтеросорбенты, которые обведены синей рамкой, можно принимать в сутки не более 9-15 грамм, как правило, и применяются они не более недели. Если не соблюдать эти два параметра, то, во-первых, возникнет китрогенный запор и элементарное обкрадывание, что потребует определенной коррекции в терапии. А вот препарат на основе полиметилсовоксана полигидрата, энтеросгель, принимается в дозе от 45 до 90 грамм, при этом по длительности он может применяться до 2-3 недель, поэтому совершенно понятно, что препаратом выбора при коррекции уровня эндотоксина в крови он является препаратом выбора. При этом энтеросгель относится к веществам не всасывающихся в ЖКТ, он не травмирует слизистую, поэтому он именно показан при эрозивно-язвенных процессах в желудочном и кишечном тракте, особенно при таких болезнях, как язвенная болезнь желудка в 12-перстной кишке, болезнь крона и язвенный колит. Он не сорбирует витамины, микроэлементы и большие молекулы, поэтому может применяться длительно и с профилактической стелью. Было посчитано, что дневная доза энтеросгеля связывает около 400 мг эндотоксина. Ну и, конечно же, следует учитывать то, что энтеросорбенты удаляют не только эндотоксин, но и другие вредные вещества, которые образуются особенно при дисбиотических процессах в кишечнике или инфекциях, такие как гистамин, декунигированные желудочные кислоты, индоксилсульфат или П-кризол. Все они сорбируются и выводятся из кишечника естественным путем. Энтеросорбенты разрушают, как правило, патогенную и условно-патогенную микрофлору, при этом не влияя на функционирование здоровой индигенной микрофлоры, поэтому зачастую они используются при комплексном лечении различных дисбиозов. Способность энтеросорбентов, особенно энтеросгеля в данном случае, влиять на уровень провоспалительных цитокинов у больных острыми кишечными инфекциями, привело к тому, что данный препарат используется при лечении болезни крона, язвенного колита, а также коррекции таких состояний, как, например, цитокиновый шторм. Весьма успешна детоксикация энтеральная при различных аллерго-терматозах, аллергических заболеваниях, при хронических болезнях почек, как на додиализном уровне, так и на терминальных стадиях заболевания. Любая антибиотическая терапия, противомикробная терапия, приводит к антоксиновой агрессии, поэтому совершенно понятно, что, применяя энтеросорбенты, мы снижаем побочные эффекты антибиотикотерапии. Хотел бы отметить, что в литературе огромное количество публикаций по эндотоксикозу и старению, по эндотоксикозу и энтеральной детоксикации, но я хотел бы обратить, заострить ваше внимание на последних отечественных исследованиях, которые были проведены на базе 3-го клинического госпиталя Минобороны, и, в частности, по лечению неинфекционной диареи в стационаре многопрофильном, среди которых, как вы видите, преобладает такая патология, как антибиотикоассоциированная диарея, синдром раздраженного кишечника, воспалительное заболевание кишечника, хронический панкреатит, ну и так далее. Ну, здесь такие графики, которые трудны для восприятия, однако, резюмируя данное исследование клиническое, я хотел бы сказать, что, применяя энтеросорбенты при обычной, в дополнение к обычной терапии данных заболеваний, авторы исследований пришли к такому выводу, что снижение эндотоксина в крови приводит к тому, что ускоряются сроки уздоровления и, соответственно, уменьшаются сроки лечения и ускоряются сроки выписки больных из этого стационара. Подобные же результаты были получены при изучении алкогольной болезни печени на стадии гепатита и роза печени. Там также было отмечено, что снижение эндотоксина в крови значительно облегчало страдания пациента и в некоторых случаях приводило к более раннему выздоровлению. Ну и вот модная нынче тема – это COVID-19. Минздравом Российской Федерации в последние девятые генерации рекомендации по лечению COVID-19 Энтеросорбенты рекомендованы в патогенетическом лечении данной инфекции и, в частности, рекомендованы при выраженной интоксикации, а также при дискомфорте, тошноте и рвоте применять энтеросорбенты в основном на кремниевой основе, такие как диоксид кремния, кавоидный и полиметилсилоксана, полигидрады. В заключении я хотел бы сказать, что системная эндотоксиномия и стресс, увеличивающий концентрацию эндотоксина в общем кровотоке, являются базисными элементами адаптации и старения. Эндотоксиновая агрессия и системное воспаление являются обязательным компонентом развития самых различных заболеваний, прогрессирование которых определяет скорость старения организма. А использование энтеросорбентов, особенно на основе полиметилсилоксана, полигидрата, как средство снижения содержания эндотоксина в крови, может обеспечить повышение эффективности оздоровительных и лечебных мероприятий и увеличить продолжительность жизни. Благодарю за внимание.